Добрый вечер! Вы смотрите программу «События» в эфире телерадиовещательной компании «Вышний Волочок» в студии Ирины Смирнова. Коротко об основных событиях этого выпуска. Шашечки против бомбил. Проверка автомобилей такси на улицах города. Газ в пол и море адреналина. Тверецкий блюз в Вышневолодском районе. Вчера в администрации Вышневолодского района прошел очередной семинар совещания с главами сельских поселений, заместителями главы, руководителями отделов и членами территориальной избирательной комиссии. О наиболее значимых вопросах репортаж нашего корреспондента. Среди плановых вопросов семинара – выборы президента Российской Федерации и досрочное избрание главы Вышневолодского района, проведение мероприятий ко Дню Защитника Отечества и новое введение в пенсионном законодательстве. Все доклады содержали много полезной информации для присутствующих. В частности, председатель территориальной избирательной комиссии Марина Калинина доложила о ходе проведения избирательной кампании. С 13-го числа приступили к работе 35 избирательных комиссий. Всего в состав участковых избирательных комиссий вошло 236 членов комиссии с правом решающего голоса. В каждой комиссии имеют представители четырех партий, то есть парламентские партии. Это партии Дина Россия, ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ. Большинство непосредственно членов комиссии выдануты также по месту жительства и по месту работы. Особенность нынешних выборов в том, что они могут пройти в два тура, если никто из кандидатов на пост президента не переступит 50-процентный порог. Поэтому открепительное удостоверение имеет отрывной талон на случай повторного голосования, отметила Марина Калинина. Самая главная особенность предстоящих выборов – установка веб-камер на избирательных участках. Эти работы проводит Ростелеком. Заместитель начальника управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Вышнему Волочкую району Надежда Лебедева ознакомила глав с новшествами в пенсионном законодательстве. Впервые же в эту отчетную кампанию впервые сдаются сведения о заработке. Для чего они нужны? Это защита прав граждан наших. Если на Ваше предприятие, на Вашу организацию придет человек с той организацией, которая уже закрыта, для начисления больничного листа Вы должны будете запросить в Пенсионном фонде сведения именно о заработке этого гражданина за последние два года. Так вот, для этого теперь ежегодно в последнюю отчетную кампанию мы будем сдавать вот эти сведения. Очень много изменений вошло с 1 января 2012 года и в федеральный закон о страховых взносах во внебюджетные фонды. И первое, что я хочу сказать, ставка в пенсионный фонд уменьшилась с 26% до 22%. Вырос предельный годовой заработок, с которого в 2011 году уже не уплачили страховые взносы. Это была сумма 463 тысячи рублей за год. В этом году она стала 512 тысяч рублей. Речь на семинарии шла и о культурно-массовых мероприятиях в поселениях ко дню защитника Отечества. Помните крылатую фразу управдома в комедии «Бриллиантовая рука»? Наши люди в булочную на такси не ездят. Время такое было, но сейчас оно изменилось. И наши люди и в булочную, и в баню, и в гости зачастую добираются на такси. Однако авто с шашечками снова может стать роскошью. Ведь с недавнего времени требования к извозу пассажиров существенно изменились. Увидеть на Вышневолодских улицах картину легальных и нелегальных перевозок помог совместный рейд налоговой службы и автоинспекции. Федеральный закон номер 69 от 21 апреля 2011 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации призван урегулировать деятельность такси, которая осуществляется на основании разрешения регионального органа власти. Местный законодательный акт вступил в силу 1 января 2012 года. Исполнение требований закона о такси, как отметил начальник отдела камеральных проверок Сергей Кудряшов, увеличит налоговые сборы и число индивидуальных предпринимателей. Последний, в свою очередь, получит возможность официального трудоустройства и пенсионных отчислений. В свою очередь, это разрешение выдается лицам, которые зарегистрированы в качестве либо индивидуального предпринимателя, либо юридического лица. Таким образом, обязательным условием это регистрация в качестве ИП, либо юрлица. Совместный рейд ГИБДД и налоговой инспекции носит предупредительный характер. Пока лицам, занимающимся частным извозом, разъясняют положение законодательства, но потом обязательно последует контроль и наказание. Мобильный офис налоговой службы – хорошее подспорье в таких рейдах. Ведь наличие базы данных позволяет увидеть налоговую задолженность и при надобности вручить квитанцию на оплату. Рейд законопослушных таксистов не выявил. Из 15 остановленных машин обнаружилось 5 нелегальных извозчиков. Кроме того, база показала 7 должников по транспортному налогу на общую сумму свыше 16 тысяч рублей. Глядя на нерадивых водителей в плотном потоке, невольно задаешься вопросом – неужели нельзя получить удовольствие от высокой скорости другим, более безопасным для себя машиной и окружающих способом? Без сомнения, можно. Например, стать участником гонок, часто проходящих на территории Вашневолодского района. Наш следующий материал для любителей адреналина и экстремальной езды. В минувшие выходные в нашем районе прошли соревнования по классическому ралли первой категории. Третий этап – чемпионат Центрального федерального округа по ралли Тверецкий блюз «Зима-2012». Торжественное открытие, сбор участников и старт состоялся в Венециановском сквере. Примите самые искренние слова приветствия от мэра нашего города Алексея Борисовича Пантюшкина. Пожелание, чтобы сегодняшние соревнования были яркими, запоминающимися. Ваши соревнования – это демонстрация Вашей воли, упорства, энергии. Приятно отметить, что с каждым разом количество желающих принять участие возрастает. В Тверецком блюзе за победу боролись 15 экипажей. Это были совершенно уникальные гонки. Один экипаж опытный, другой в ралли второй раз, остальные – дебютанты. По 30-градусный мороз гонщикам пришлось преодолевать трассы Осечный и Автодром. Общей длиной дистанции более 170 километров. Вообще ралли в переводе – движение по графику. Задача пилота – вести машину быстро и технически хорошо, правильно вписываясь в виражи и удерживая авто на колдобинах и буграх в прямом направлении, а штурман следит за маршрутом, сверяя с так называемой легендой и временем прохождения. Подобные гонки на территории Вышневолодской земли стали традиционными, привлекая все больше ребят в серьезный автоспорт. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok К новостям спорта. 9 февраля во дворце спорта Волочаин состоялись матчи последнего открытого тура по мини-футболу среди команд второй группы. Вот их результаты. Турнирная таблица выглядит таким образом. Лучшие две команды турнира «Лидер» и «Хивитек», занявшие, соответственно, первое и второе места, завоевали путевки в первую группу. Обе команды набрали по 25 очков, но разница забитых и пропущенных мячей оказалась лучше у команды «Лидер». «Энергия» занимает третье место, у них 21 очко. «Хазар» – четвертый, 14 очков. «Фирова» – один, на пятом месте, 12 очков. «Юные» футболисты «Дюсш» – на шестом месте, 9 очков. «Солнечный» – на седьмой позиции, 8 очков. «Бриф» набирает тоже 8 очков, но с худшей разницей забитых и пропущенных мячей. На девятом месте «Фирова» – 2, 6 очков. «Десятый» – «Ветеран» – 3 очка. На этом наш выпуск завершен. С прогнозом погоды на завтра вас познакомит Инна Степанова. А я прощаюсь с вами. Увидимся завтра.